Слава Богу! Аллилуйя! Будьте благословенны! Приветствую вас во имя Иисуса! Вы сейчас думаете, что он будет говорить? Не что я буду говорить. То, что вы у Бога попросили, вы получите, если у вас есть вера. Я – это микрофон Бога. Если вы на меня просто смотрите, вы от меня и получите, как от человека. Если вы ожидаете от Бога, вы от Бога получите. Поэтому не смотрите на почтальона, как он выглядит, а берите послание, разворачивайте и говорите, Господь, что ты хочешь мне сказать? Что ты хочешь открыть мне? То, чего я еще не знаю. Прежде чем я буду говорить, я хотел бы говорить о том, что церковь Иисуса Христа будет забрана с этой земли, она будет похищена. Слово «похищена» – это как будто украдено. Вы не думаете, что Господь придет и просто, знаете, и будет стоять, и все его увидят. Нет, это будет незаметно, это будет тайна, это будет похищение. Иисус сам говорил, что Он придет, как вор ночью, когда никто не будет знать. Так это все быстро произойдет. И все. Как воры действуют. Как? Все быстро, чтобы быстренько. Но Господь не вор, конечно же, Он придет как? То есть это будет очень быстро, молниеносно, и мы должны быть готовы к восхищению, как церковь. Мы должны быть к восхищению, и я считаю, что это самое мощное событие за всю историю человечества. Люди будут живыми, взяты в радость Бога на небеса. Это радость. Аллилуйя. Это такая привилегия нам попасть на торжество Бога. Вы послушайте, сейчас на небесах там ликуют, там радость, мы ничего плохого о небесах не слышали. Чтобы кто-то вернулся и сказал, да, зря вы верите. Не все там так хорошо, и политика там тоже плохая, и там тоже ущемление прав, и один над другим возвышается. Ни разу никто не говорил плохого о небесах. Поэтому то, куда мы идем, это самое потрясающее место. Мы как церковь, как все верующие в Иисуса Христа. И прежде чем мы туда пойдем, мы должны здесь на земле приготовиться к небесам. Что это значит? Многие верующие не готовы сегодня к небесам. Им скучно в церкви, им скучно на молитве, им скучно во время прославления, им скучно в проповеди, им все скучно. Их надо веселить. Послушайте. Есть моменты, когда мы получаем от Бога. И Бог радует нас, и все. Но есть моменты, когда нам нужно радовать Бога. Своим прославлением впечатлять Его. Давайте вспомним, когда Петр и Иоанн были, нет, апостол Павел и Сила были закованы в темнице, избиты, брошены в тюрьму, арестованы за Слово Божье. И они сидели там, им было больно, им было не пошевелиться. Что они делали в этот момент? Роптали. Знаете, когда братья забираются или сестры собираются, если они плотские, а как узнать? Они начинают говорить о плохом. Там пастор такой, там церковь такая. И они такие, знаете, и друг другу еще подливают масло в огонь. Где, чтобы кто-то умный нашелся из них двоих, так они еще подливают друг другу масло в огонь. Послушайте, два апостола, два вот этих служителя Божьих, да, апостол Павел и Сила были закованы в темнице, в колоды, не пошевелиться, избитые, опозорены, унижены. И они славили Бога, они поклонялись. Хочешь быть готовым к небесам, поклоняйся. Поклонение, подготовка. Если ты здесь не поклоняешься, тебе небеса не будут впечатлять. Ты не готов туда, потому что там все поклоняются Агнцу. А ты такой, а я не хочу. Твой выбор. Поэтому, как распознать, готов ли я к небесам? А люблю ли я Иисуса? Исполняю ли я Его Божию? Служу ли я людям? Поклоняюсь ли я Ему? Или только в воскресенье пою. Или поклоняюсь, буду ли я завтра поклоняться? Конечно, буду. Куда я денусь? Я не могу без этого жить. Это стало моей духовной пищей. Буду ли я пребывать в откровениях? Конечно, буду ли я молиться? Конечно. Почему? Это стало частью моей жизни. И продолжение будет всю вечность. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Знание воли Божьей». Знание воли Божьей делает человека свободным и уверенным. Вот просто Иисус плывет в лодке с учениками. Лодку заливает волнами, ветер, буря. Иисус ему, он свободен от страха, и он себя чувствует. Как? Уверенно, что ничего плохого не произойдет. Как Иисус не произойдет, если уже заливает воду, и мы вычерпываем, а она еще больше к нам заливается. Волны прям заливаются к нам в лодку. Сколько бы не вычерпывали. Послушайте, Иисус настолько был уверен в воле Отца, что Он мог продолжать спать. Это говорит о том, что Он не воспринимал панику. Она не имела на Него никакого влияния. Почему? Потому что просто Он знал волю Божью. Он знал, что Ему надо еще много служить. И это еще не Его время. Бог Его сохранит. Вообще сейчас никакого экстренного случая нету. Не надо бить в колокола. Иди спать. Иисус пошел спать. А у учеников была уверенность? Они знали волю Божью? Нет, конечно. Поэтому-то и паника. Поэтому в твоей жизни паника от того, что ты просто не знаешь волю Божьей. Но если ты узнаешь волю Божьей, ты будешь знать, ты будешь твердым. Ты будешь непоколебимым. Смотрите, первые христиане. Если они знали, если они поверят во Христа, для них будет эта угроза жизни. Это будет стоить им их жизни, жизни жены, жизни детей, имущество отберут и так далее. Но почему они все равно продолжали верить во Христа, продолжали креститься, продолжали посвящать свои жизни, продолжали благовествовать, рассказывать людям везде о Христе, молиться, действовать как положено христианам, влиять на этот мир? Потому что они знали волю Божью на их жизнь. Они знали, что их ждет. Поэтому они были смелыми. Поэтому, когда их убивали, им не было страшно. Кому-то, конечно, было страшно, но найден... Когда Нерон находил этих людей, ему доносили, что они умирали с улыбками. Они были замучены до смерти, но на их лицах было счастье и улыбки. Конечно, кто-то убегал с аренды. Конечно, кто-то лез на заборы, когда львов выпускали. Но было очень много христиан, которые, как Стефан, его лицо сияло. Он говорит, я вижу славу Божью. Я вижу Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. И все, я в руки твои предаю Дух мой. Он не боялся. Он не боялся камней. Что камень мне может сделать? Только быстрее устроить встречу со Христом. Так пусть же они летят. Что такого-то в камнях? Они же не понимали, что они улучшают жизнь Стефану. Какую славу получил Стефан на небесах, вы просто себе не представляете. Иисус встал со своего трона. Он же воссел одесную Бога. А тут он встал. Он настолько отдавал честь первому мученику, что за него Стефан не должен был страдать. Это произошло за Христа. Поэтому, если ты веришь за Христа, не думай, что у тебя все будет гладко, все будет идеально. Как один пастор сказал, я прочитал конец Библии, там все будет хорошо. Но знаете, есть схватка, есть битвы. Есть атаки. Есть войны, которые тебе надо выиграть. И эти войны в основном они в разуме. Почему апостолы призывали верующих, проходящих трудности? Радоваться. Иаков пишет, там, двенадцатим племенам, да, рассеянным, радоваться коленом Израилевым. Радоваться. Немножко поскорбев, радоваться. Апостол Павел пишет, филипийцам 4.4. Я вам говорю, радуйтесь, Господи. И еще говорю, радуйтесь. Он сделал акцент на радость. Почему? Потому что, когда ты видишь конец, тебя дорога. Знаешь, когда ты понимаешь, что ты едешь домой, то какая бы длинная или тяжелая вдруг дорога ни была, тебя радует дом. Твоя цель – это дом. Это не дорога. Это дом. Это конечное. Поэтому, когда ты видишь и знаешь, что Бог для тебя приготовил, ты будешь уверен, ты будешь свободен от чужих мнений. Ой, люди, сколько их порабощенных таких. Прям рабов. Они ходят под чужим мнением. Под чужим мнением давлением. А зачем ходить под чужим мнением? Это манипуляция. Это колдовство. Это кто-то колдует над тобой. Или вдруг человек появляется, и ты уже дискомфортно чувствуешь его присутствие. Что? Тебе надо знать Божью волю. И тебе нужно всегда чувствовать себя комфортно. Кто бы перед тобой не появился. Воля Божья, она очень хорошая. Мы это будем рассматривать. Посмотрите. Авраам, долго терпев, получил обещанное. Слово Божие говорит. Авраам, долго терпев, кто может долго терпеть? Только те люди, которые знают, что их ждет. Бог пообещал ему, что так много будет у тебя детей. Если кто может сосчитать все звезды небесные или песок морской, то и твои дети будут сосчитаны. Бог так сказал Аврааму. Если кто-то может сосчитать эти числа, гектальоны и так далее и тому подобное, да? Самое большое число. Мы таких чисел не употребляем. Квадральоны. Мы таких чисел не знаем, где даже применять. Но Бог сказал, у тебя так много будет детей. И что? Авраам ухватился за волю Божью. Это была воля Божья, чтобы Авраам стал мертвый, мертвый, который не способен плодить детей, стал самым великим отцом. Это была воля Божья. Это даже не было Авраама. Если бы у Авраама спросили бы интервью, Авраам, скажите, пожалуйста, сколько вы хотите детей? Да, сколько? Ну, хотя бы одного. А у Бога взять интервью. Вот Бог Авраам сидит, например, в телестудии. И у него спрашивает Бог, а вы сколько хотите для него детей? А я хочу, чтобы человек запнулся даже в численности. Чтобы у человека просто пошло, знаете, поплыло. А что же это за число такое, как песку морского? А кто может сосчитать его? Откуда начинать считать? И где заканчивать? Воля Божья настолько лучше нашей, что нам стоит его волю узнать и принять для себя. Смог бы Авраам долго терпеть, не зная воли Божьей? Нет, не смог бы. И он сделал даже ошибку. Измаила зачал. Была ошибка. Это было как бы определенное неправильное действие Авраама. Но это не отменило воли Божьей для Авраама. Смог бы Иисус Христос прийти на землю, оставить всю славу небес, служить и умереть на кресте, не зная воли Божьей? Смог бы? Нет. Не пришел бы Иисус Христос. Если бы он заранее не знал и не видел третий день воскресения из мертвых, день Пятидесятницы, когда верующие в Него собрались вместе, он бы не увидел потомство долговечного, он бы не сделал этого. Господь умер, пришел на эту землю, умер и воскрес с целью. Это не было бесцельно. О, я делаю это просто так. Не просто так. Он видел нас. Он видел будущие поколения. Он видел нас, многих верующих в Него, которые будут с охотою, с радостью верить в Него, радоваться и благодарить и говорить, спасибо тебе, Иисус, что ты умер за нас и воскрес. Спасибо тебе. Всю вечность будут славить Его. Говорить, хвала тебе, наш Бог, за кровь твою пролитую. Понимаете? Конечно, Бог за всех умер, но Он делал это с целью, чтобы родилась церковь, и через церковь произошла Его невеста, родилась невеста. Поэтому мы видим, что к Иисусу приходили или Моисей беседовали с Ним. О, интересно, о чем же они беседовали? Об исходе. Ангел приходил, утешал Иисуса, когда Иисусу было тяжело в борении. Ангел приходил, утешал Иисуса, говорил Ему. Иисусу надо было слышать волю Божию, потому что то, что Он совершал, совершал, Он должен был довериться Отцу. Даже когда Отец оставил своего сына родного, Он его оставил полностью. Иисус пережил то, что переживают грешники, когда идут в ад. Вот эту смерть духовную, на кресте распятым, Он говорит, Отче мой, Отче мой, для чего ты оставил меня? Для него хуже уже некуда было. Ладно, ученики оставили, это больно, это предательство, все разбежались, все рухнуло. Его бьют, в него плюют, его оскорбляют, его провоцируют. И тут еще в самый неподходящий момент Отец оставляет его, Он чувствует этот разрыв. Это как разрывается. Это все равно, что оторвать у человека полтела. Все руки и ноги оторвать. Иисус чувствует вот этот разрыв с Отцом. Но, зная волю Божью, Он смог пережить это. Многие люди отходят от Бога, потому что не знают. Пришли трудности, пришли испытания, и они подумали, вот, все, везде все плохо, ах, пойду я на свою блевотину. Первый признак того, что ты отошел от Бога, то, что ты отступник, это не когда ты закурил, заблудил или что-то там еще сделал. Это когда ты перестал получать радость. Твое лицо не сияет, ты нерадостный. Ты лицемерно улыбаешься, ты натягиваешь улыбку. Это говорит, что ты уже отступник. Ты отступил от Него, этого еще никто не знает. У тебя инерция, ты делаешь вид христианина, а внутри ты отступник. Ты уже о другом помышляешь. У тебя уже другой Бог. Почему? Ты потерял радость. Когда верующий теряет радость, этот и есть признак стопроцентного отступления. Все, тебя больше не радует, у тебя печаль, у тебя идет негатив, у тебя ты задыхаешься своими возмущениями, у тебя все плохо, все служители плохие, все пастора плохие, все церкви плохие, все везде плохо. Слушай, тебя надо отрезвить стаканом холодной воды духовного. Просто тебе в лицо вылить и сказать, эй, а ты знаешь волю Божью, что Бог для тебя приготовил. Многие, встретив трудности, сразу коленки поджали, разочаровали, сели, сидят, ждут. Вставай! Вставай! Верь, продолжай верить в Бога. В Библии написано, ничто не может нас отлучить от любви Божьей, как кроме нас самих. Даже ангелы не могут, небо не может, сатана не может, никто. Мы сами это можем сделать. Нашего разрешения. Мы отлучаем себя, мы переключаемся, мы разочаровываемся. Нас так легко разочаровать. Знаете почему? Потому что нас легко очаровать. Вы видели, как люди сегодня бегают от и до. Ой, в одной церкви, так классно, прибежали туда, побыли там, разочаровались, пошли в другую церковь, там такой пастор классный, в нем столько любви, побыли у него, там разочаровались и бегают по церквям. Бегают, как кузнеч, дух кузнечика. Дух кузнечика, выйди вон, из многих верующих, оставь моих братьев и сестер, в покое. Ты должен быть деревом посаженным при потоках вод, посаженным, не бегающим деревом. Ты не можешь плод приносить, потому что ты не посажен. Ты должен быть на одном месте и не думать детским разумом, как Павел говорит. Когда я был младенцем, я по-младенчески думал, по-младенчески рассуждал. Дайте мне и так далее, конфетку, дайте мне что-нибудь. Когда я повзрослел, я стал говорить как муж. Что это значит? Я перестал быть потребителем и я стал даятелем. Я не смотрю, что мне в церкви дадут. Я стал смотреть, что я дам церкви. Вы понимаете, что Иисус говорит? Я пришел, чтобы не мне служили, а послужить и отдать свою жизнь. И взрослейте, братья и сестры, перестаньте уже в детстве находиться в плотском состоянии, я имею в виду. Знание воли Божьей придает силу. Когда ты знаешь, что Бог для тебя имеет, тебя не волнуют обстоятельства. Да хоть сколько мне волн, поднимайся. Я иду к Иисусу. Иисус меня позвал. Он лично мне приглашение прислал. Некоторые молятся так. Извините, что я посмеюсь, я вас не знаю. Но я высмеиваю не вас, я высмеиваю неправильное отношение. Некоторые молятся так. О, Господи, если есть на то Твоя воля, а мне хочется сказать, брат или сестра, ты Библию читаешь? Воля Божья прописана черным, по-белому. Знаете, когда на исцеление, есть ли воля Божья на исцеление человека? И знаете, люди, которые не верят, что есть воля Божья на исцеление, не верят. Верят, что это им от Бога, тайно идут в аптеку за лекарствами и хотят все-таки исцеление. Я встречал. И таким людям нужно задуматься. Твое естество болеть не хочет. Так почему ты молишься и говоришь, Господь, если Твоя воля на исцеление, пусть Он исцелится. Ты оскорбляешь жертву Иисуса Христа. Ты попираешь кровь Иисуса Христа. Ты попираешь все, что Он совершил на кресте, понес наши гнемощи и наши болезни. Тебе Библию надо прочитать. От незнания Бога приходит неуверенность. Потом сомнение, а затем неверие. Но Господь отвечает только на веру. В Слове написано, без веры угодить Богу невозможно. Ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищет, чем Его воздает. Итак, если ты не уверен и просишь, ты молишься молитвами, которые тебе шепчет Сатана. Он тоже занят служением, чтобы ты был неправильно научен. Если ты неправильно научен, у тебя будут неправильные молитвы. От неправильных знаний происходят неправильные молитвы. Молитва бессилия, никакой молитвы веры там нету, молитва неуверенности, молитва нытья. Я не понял. Вы злого духа умоляете, замаливаете его. Я не понял. Бог, который умер за человека, чтобы человека вернуть в славу Божию, мы иногда спрашиваем, Господь, если на то Твоя воля, если на то Твоя воля, тебе нужно прочитать волю Божию в Библии. Она прописана. Все написано. Молитва может быть неправильной, и часто она поэтому и не отвечена. Когда незнание воли Божьей, не знает человек, что для него хочет Бог. Много людей, наверное, большинство, не знают, что хочет для них Бог. Многие считают, что Бог для Бога ничего не значит. Большой процент людей, которые думают, что Бог вообще, ему все равно до меня, до моих проблем, до моего финансового состояния, до моего семейного состояния или положения. Богу все равно. Откуда? Такие знания. Послушайте, к нашему воображению имеет доступ не только Бог, но и дьявол. Когда мы в вопросе Бога начинаем искать Бога, дьявол не будет сидеть, сложа свои лапы. Он будет, как художник, рисовать Бога в нашем разуме, чтобы запечатлеть Его беспомощным, слабым, далеким, далеким-далеким дядькой, которому до тебя нет дела. Ты брошен на произвол судьбы в этом мире. И все. И ты чувствуешь такое одиночество. Просто потому, что ты не читаешь Библию. И у тебя нету радости. У тебя нету личного прорыва. Познание Бога. Но когда ты узнаешь Бога, ты узнаешь, какие планы Он умеет на твою жизнь, у тебя приходит радость. Я не говорю, что все сразу проблемы решаются, но у тебя приходит радость от того, что Он тебе приготовил. Давайте откроем Римлянам 12.1. Я буду читать в современном переводе. «Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть разумное служение Ему». Второй стих. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь обновлением, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, добрую, угодную и совершенную». Посмотрите, здесь ничего негативного не сказано. Первый стих говорит, что «начинайте служить. Ваши тела не для греха, а для служения. Начинайте служить». И второй стих говорит, что воля Божья, ее надо открывать, ее надо познавать. Павел, как никто другой, знал, что волю Божью невозможно познать лежа на диване. Но когда начинаешь служить, тогда и открывается воля Божья. Есть много людей, которые ничего не делают в служении, а могли бы, потенциал большой. Они молятся о воле Божьей. И, к удивлению, им никакая воля Божья не открылась. Они так и не знают, что Бог имеет для них. Почему? Потому что они ничего для Него не делают. Они как колодец, туда кидаясь, сколько не кидая, и так далее. Все исчезает. Давайте покаяемся в наших жизнях, в наших сердцах и в наших умах, что мы Бога представляли жестоким, жадным для нас, далеким. Не такой Он. Он очень хороший. И у многих будет эта встреча с Богом. И будет переживание. И первое, первое, это человек будет плакать и думать и говорить, Бог, а я думал, что Ты совсем другой. Как жалко, что я прожил жизнь, неправильно представляя Тебя. С искаженным Богом я всю свою жизнь жил, носил и не имел радости. Ты был искажен для меня. Я верил не того Бога. Каждый верит в того Бога, которого себя представляют. Поэтому давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец!